В начале июня на базе Одинцовского гуманитарного университета стартовала пилотная обучающая программа «Город учит город». Она сразу получила народное название «Школа управдомов». Ее первыми слушателями стали 25 председателей советов многоквартирных домов из городского поселения Одинцова. Чтобы решать самые принципиальные вопросы обслуживания и ремонта жилья, необходимо понимать, как работают системы жизнеобеспечения, как строятся отношения жильцов и управляющих компаний. Сам собственник жилья, настоящий хозяин дома, он каждый день сталкивается со своим подъездом, с детской площадкой, с дворовой территорией, знает каждый уголочек своего двора и той местности, в которой живет. Курс обучения 130 часов. На 25 студентов – 35 преподавателей. По окончании для каждого слушателя – дипломная работа по своему собственному многоквартирному дому. Многие, как правило, знают свой дом через парадную лестницу, лифт и все. А вы побываете в подвале, на чердаке, поймете, что такое специальные инженерные коммуникации, такие как дымоудаление, противопожарная автоматика и так далее. Ценность курса в том, что он максимально приближен к реальности. Большинство преподавателей – практики, а не теоретики. Сотрудники городской и районной администрации, представители коммунальных служб и управляющих компаний, МЧС и даже полиции. Теоретические занятия сменяют выездные семинары на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и объекты ресурсоснабжающих организаций. В электросетях слушателей пускают даже в святая святых энергетиков главный диспетчерский зал, а в водоканале показывают водозаборные узлы. Впечатления только позитивные. Считаю, что данные проекты, они нужны для жителей города, для председателей Совета вододомов. Они очень познавательны. Если бы я знала раньше те знания у меня были, которые я сейчас узнала, я бы, может быть, по дому решала многие вопросы не так сложно, как приходилось мне решать. Насколько качественно слушатели усваивают получаемую информацию, выявляли промежуточные зачеты. По общему мнению преподавателей, таких вдумчивых и прилежных студентов стены Одинцовского университета никогда не видели. Еще один важный момент обучения – проведение социально-психологических тренингов, направленных на построение доверительных отношений с собственниками и управляющими компаниями. На занятиях имитировали собрания жильцов, где управдомы примеряли на себя разные роли – от провокатора до дотошной бабушки – и моделировали возможные острые ситуации. Приятным моментом подготовки стал обряд посвящения в управдомы. Его придумали и провели сами студенты. Красные галстуки и торжественная клятва – это тоже их собственная инициатива. В борьбе за звание лучшего города Московской области – города Одинцова. Будь готов! Всегда готов! Уже в этот момент стало ясно, что своих целей обучающая программа «Город учит город» достигла. По крайней мере, в Одинцово. Большое спасибо всем, кто сегодня принимает участие в этом проекте. Администрация района, администрация города, Одинцовский гуманитарный университет, который взял на себя организацию всего этого учебного процесса. В общем, процесс нелегкий, он трудоемкий, но он первый, он пилотный. И после этого останется здесь постоянно действующая площадка. И вот, наконец, вручение дипломов. 130-часовая учебная программа позади. Потерь среди слушателей нет. Все 25 студентов становятся дипломированными управдомами. Теперь вы стали частичкой нашего, так скажем, муниципального управления, звеном вертикали власти. И это, скорее даже, не преувеличение. Действительно, у нас местное самоуправление начинается и выстраивается снизу вверх. Вместе с главой района на добрые дела выпускников напутствовала Анжела Пухова. Вашим семьям здоровья, благополучия, всего самого наилучшего вам. А мы, Министерство ЖКХ, всегда будем рядом с вами. Готовы всегда помочь, обращайтесь. Сегодня уже идет формирование следующих групп слушателей по программе «Город учит город». Первый набор составил всего 25 человек. При этом только в одном городском поселении Одинцову примерно 700 многоквартирных домов. А это почти 30 подобных выпусков. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.